Приветствую. Я не очень часто читаю комментарии, гораздо чаще в других соцсетях, но тем не менее, есть у меня люди, которые этим занимаются и говорят, что вам интересно введение счёта на ИС с нуля. Я его разгнал до миллиона сначала, а потом полтора миллиона и приостановил деятельность по этому ютуб-каналу, приостановил деятельность по ИС. Это занимает какое-то время, но времени у меня, к сожалению, не так много. Ну, поскольку вам это интересно, раз вам это интересно, давайте лайков накидаем и напишем в комментарии об этом, чтобы я это точно увидел, убедился, если ролик не наберет абсолютно ничего, но, соответственно, точно крест на этой рубрике. Ну, а если вам интересно, буду продолжать его ввести. Давайте посмотрим статистик по индивидуальному инвестиционному счёту и расскажу, что будет с ним дальше, плюс для новых зрителей и подписчиков объясню, что это такое и откуда штоки и цифры здесь берутся. Перед тем, как мы начнём, я настоятельно рекомендую подписаться вам на мои другие соцсети, это Telegram и Instagram, ссылки будут в описании. Это, можно сказать, спонсор этого видео, спонсор моего канала, мои другие каналы в других соцсетях. Я здесь контента ввью гораздо больше, в Telegram, в Instagram его давать здесь гораздо проще и быстрее, по этой причине я тут появляюсь чаще. У нас почти что 30 тысяч человек, давайте в июне добьём эту цифру, в июле уже добьём эту цифру. Людям интересно, полезно, поэтому они и подписываются. Здесь больше контента про инвестиции, про управление личными финансами, по рынкам. Вот, например, такие вот опасения, которые я там в новостях вычитываю, какие-то торговые идеи, я сюда их закидываю, обязательно смотрите, следите за ними. Вот, и по моей основной работе я занимаюсь трейдингом. Многие спрашивают, Артём, красивая идея на 7 миллионов, но где взять 7 миллионов? Я больше информации ещё и по своей работе, по трейдингу даю также в Telegram-канале. Вот, ссылка внизу. Ну, а трейдером я работаю на рынке криптовалюты. Кому не интересен трейдинг, но интересны там инвестиции на рынке криптовалюты, тоже вам будет актуально, поэтому заходите и подписывайтесь. Вот так вот. Ссылочку я оставляю внизу. А мы продолжаем. Значит, начнем с того, что такое ИС с нуля и как у меня выглядит счёт. Вот, кстати, с того момента, как я перестал вести этот YouTube-канал, я, как видите, свой основной счёт перенёс Тинькова на Interactive Brokers. Здесь я бываю редко, я даже не обращал внимания, не видел, что Тинькова сделали новый интерфейс. Мне он, честно говоря, не нравится. Он очень неинтуитивный, как по мне. И я хочу вам сейчас, допустим, показать информацию о аналитике. Наверное, она... А, отлично, нашёл даже здесь находится. Индивидуальный инвестиционный счёт я веду с нуля. Это значит, что он им был ноль в прошлом году. Я его периодически пополняю на те доходы, которые генерирует мне этот YouTube-канал. Поскольку там видео хоть и не выходили, но там старые ролики набирали просмотры, мне какие-то деньги капали даже за период отсутствия меня на этом YouTube-канале. Но я их не пополнял на ИС. Если вам эта тема интересна, я буду развивать дальше, увижу по реакции на этот видеоролик. Это значит, что я пересчитаю все доходы, которые получил с YouTube-каналом и закину их также на ИС и буду их продолжать инвестировать. Вы видите, как у меня развивался счёт. Также, кстати, аналитика здесь очень некрасиво выглядит. Мне бы какой-нибудь логарифмический график добавили, что ли. Но, тем не менее, вот в августе 2020 года я сделал первое пополнение, первые инвестиции. И тогда канал был совсем небольшой. Я даже не подозревал, что такие суммы, как они вот сейчас у меня есть на счету, могут приносить YouTube-канал. Я думал, там 1020-30-40 в месяц будет капать уже хорошо. Но, тем не менее, раз YouTube-канал приносит больше, ну вот я, соответственно, инвестировал сюда больше. Я логику какую преследовал в этом случае. Я инвестирую, я рассказываю про инвестиции, учу инвестировать подписчиков и показываю в одной из рубрик инвестиции на те деньги, которые мне капнули из ничего, просто потому что я помогаю людям. И это интересно, это полезно, познавательно. Ну вот, соответственно, такая картина сейчас получается. Миллион рублей я преодолел в марте 2021 года, и вот полтора миллиона преодолел в апреле. Потом там счёт чуть-чуть снижался. И где-то вот с апреля, тоже не очень понятно, что значит 30 апреля, это первое число или это уже май, непонятно. Но это неважно. Вот где-то вот с конца апреля, получается, я уже сюда особо и не смотрел, особо сюда не лез, но так или иначе счёт вырос на больше чем 100 тысяч рублей просто сам по себе, просто автоматически. Доходность 200 тысяч рублей. Она небольшая относительно общего счёта, но учитывайте, что год назад его вообще не было. За этот год, ну я по факту сюда инвестировал те деньги, которые мне сверху капнули просто с ничего. Ну и деньги, капнувшие с ничего, мне принесли ещё пассивную доходность 200 тысяч рублей. И запомните, что дальше будет больше. У инвесторов всегда абсолютно. Ситуация какая? Первое, минимум, я всегда говорю 3 года. Ну чем больше, тем лучше, конечно. Ну 3 года на это стоит ориентироваться. Ты копишь деньги, как будто под банковский вклад. И уже через 3 года, спустя 3 года, на тебя начинают работать сложные проценты. Ты уже через 3 года получаешь существенную доходность. Первые 3 года на существенную доходность даже не рекомендую никому ориентироваться. Но здесь я считаю, что 200 тысяч рублей это не супер деньги, но это существенная доходность, на которую можно что-то купить. Вот я ноутбук недавно купил, он подороже стоил, конечно. Но тем не менее, можно сказать, мне просто ноутбук капнул из ничего, даже в рамках этого счёта. Не с моего основного, а вот с этого. Вот. И, соответственно, года не прошло, денежка уже отличная. Я думаю, что ещё 2 года пройдёт и будет вообще замечательно. Вот. Дивиденды небольшие. Я сюда в дивидендные акции не инвестирую. Инвестирую я в основном по стратегии роста. Честно говоря, я уже точно не помню, во что я инвестировал. А, у меня был IT-сектор, я потом его решил также, по-моему, немножко разнообразить. Добавил ещё пару компаний вне IT-сектора. В частности, вот за эти пару месяцев, как я отсутствовал, у меня в основном портфеле этой компании нет. Синопсис, я уже забыл, чем она занимается. Нужно будет, естественно, подготовиться к следующим роликам, все фундаментальные показатели компании пересмотреть. Может быть, я даже какую-то интересную новую стратегию введу. В частности, на моём основном брокерском счету новая стратегия инвестиционная, которую я ранее не рассматривал. Даже поскольку у меня не было настолько глубокого понимания и осознавания рынка. В частности, я сейчас избавился от пузырей. Здесь, как видите, у меня факты только пузыри, только IT-секторы. Это очень, очень, очень рисковый портфель. В частности, если за ближайшие три года будет сдувание, лопание пузырей, скорее всего, это всё сдуется, это всё лопнет. Но зато эти пузыри образовались на базе классных, фундаментально ценных компаний. И на падении я их буду в портфель себе докупать. Ну, так или иначе, это пузыри, нужно понимать, что риски высокие. Здесь у меня нет абсолютно доли кэша, у меня нет хеджа никакого. Я все деньги, которые поступают, инвестирую в акции. Посмотрим, что из этого получится. Допустим, на своем основном счету я, естественно, так и не делаю, потому что это очень рисково. Вот, и там я всё это пересмотрел, всё пересобрал. И ещё к концу года буду полностью пересматривать свою стратегию управления рисками. Таким образом, чтобы максимальную выгоду извлечь из потенциального возможного сдувания пузырей в течение трёх лет. Если вам интересно про пузыри, также отметите в комментариях. Я думаю, что это видео на канале будет полезно многим моим подписчикам. Вот, я покупал Adobe, Google, Apple, IPAM, Facebook, Microsoft и Synopsys. Вы видите сейчас распределение на экране, и вы видите, что, сколько доходности принесло. Причём вот в последней покупке Synopsys у меня одна штука всего лишь. Она уже принесла 14% доходности. Сравнительно с каким-нибудь Apple, это уже гораздо больше. Можно было вместо Apple покупать эту компанию, заработать можно было бы гораздо больше. IPAM принёс примерно столько же, Microsoft тоже примерно столько же. Больше всего принёс Google, и Adobe подрос в последнее время. В прошлом он неслабо падал, и у меня он был какое-то время в минусе. Я его докупал, обратите внимание, в этом минусе. И вот с тех пор, как я перестал это делать, это был март, последний раз, когда я покупал Adobe, у меня счёт вырос достаточно значительно. Вот как раз-таки с тех пор он на 30% и подрос, сгенерировал мне неплохую доходность. То есть мы что делаем? Мы копим инвестиционную базу, мы собираем для себя инвестиционный портфель, который будет нам пассивный доход приносить впоследствии годами. И, соответственно, в течение года, вот год прошёл, и вот в течение этого года мы фиксируем хотя бы виртуально у себя на счету, в табличках, вот как это делаю я, фиксируем цифру доходности. Я каждый год эту цифру фиксирую, и к концу года всю интересную статистику, которую вам было бы интересно смотреть, я, естественно, покажу. Вот как-то так инвестирую я с 2018 года, с конца 2018 года торгую на бирже я с конца 2016. Результаты по инвестиционному счету ИС с 2020, и они меня более чем устраивают, поскольку я уже объяснил в начале этого ролика особенность счетов. Теперь момент такой. Я ссылочки в описании оставляю на подарки для новых зрителей, мои старые подписчики давно этим воспользовались. Это у меня в рамках тингов инвестиций открыт счёт, там все мои подписчики хотят здесь открываться, потому что тут самые выгодные условия, как правило, и удобные интерфейсы. Обновление с интерфейсом мне не очень нравится, до этого было лучше, конечно, но тем не менее хуже брокер не стал, хуже банк не стал. И для того, чтобы открыть счёт, вам необходимо будет заказать карту тинькова, вам её привезут автоматически, там через день или через два неё привозят. И там можно даже это бесплатно сделать, по-моему. Вот, и, соответственно, завести себе счёт. А можете вы не где-то на стороне это сделать, а по ссылке под видео, подарок получу я, бонус получу я, ну и бонус капнет вам. Во-первых, я ссылочки оставляю на дебетовую карту, раньше давали 1000 рублей за заказ, мои старые подписчики все этим воспользовались, очень рады. Сейчас такой жирный бонус отсутствует, но я, если вдруг он появится, сообщу об этом на канале дополнительно. Вы можете заказать эту карту с повышенным кэшбэком и с бесплатным обслуживанием вообще навсегда. Плюсом к тому, я какие-то интересные бонусы акций, если будут у тинькова, буду вам также транслировать. И в частности, сейчас это заказ кредитной карты. Кредитная карта, я, допустим, кредитами не пользовался, единственное, что при инвестиции в недвижимость, но это инвестиционный был кредит, просто кредитный плечо, как я на бирже использую, также вот и при инвестиции в недвижимость кредитками на потребительские расслужия я никогда не пользовался. И в рамках финансовой грамотности не рекомендую, но так или иначе, во-первых, это многим будет актуально, во-вторых, это может быть интересно, в каком плане. Вы за заказ кредитки можете 3000 рублей получить, если по промокоду, который в описании, ссылочка будет, вы увидите, вы перейдете. 3000 рублей вам подарят, если потратите по карте 10 тысяч. Но если что, кредитка может пользоваться, как обычная дебетовая карта, я напоминаю, для тех, кто не знал, вот можете 3000 просто так получить, вам ее еще и доставят абсолютно бесплатно, привезут. Тут просто ставьте пару кнопочек, поставьте заявку, пару кнопочек, нажмите по ссылке внизу, 3000 получите, можете начать свой инвестиционный путь с этого. Вот так вот. Тоже жду ваши обратные реакции, продолжать рубрику, не продолжать. Увидимся на канале. Ссылка внизу на мой инстаграм, телеграм, главное подписывайтесь туда, там контента будет больше. Удачи!